добрый вечер здравствуйте кто смотрит сейчас прямую трансляцию кто будет смотреть записи мы начинаем сегодняшний вебинар под названием простые шаги приводящие к успеху конечно да все мы хотим чтобы были успешными и мы наши близкие люди может быть наши близкие друзья поэтому работая здесь в компании с кого комьюнити у нас есть такая возможность и самим стать успешным достичь какого-то роста построить какую-то карьеру и также есть возможность пригласить каких-то своих друзей близких знакомых и тоже помочь им здесь развиться что для этого нужно сделать просто построить команду а дальше выстраивать работу с этой командой так чтобы достичь желаемых результатов самому и тех желаемых результатов и целей которые будут выставлены вами вместе с вашей командой перед командой будут поставлены какие-то цели каждый в команде перед собой будет поставить поставить какую-то цель да то есть это все равно какая-то общая сплоченная работа как не не смотри с какой стороны это все-таки работа и для того чтобы у нас получалось для того чтобы мы могли делать какие-то шаги или научиться делать какие-то шаги для того чтобы мы могли команду научить мы все-таки должны научиться какой-то дубликации какому-то дублицированию то есть либо мы уже хорошие крутые специалисты передаем свой опыт своей команде либо мы сами учимся у специалистов учимся у своих наставников и своих пригласителей кто нас пригласил в команду но мы все равно занимаемся так называемой дубликации думы дублируем какие-то действия успешного человека и все весь цикл знания весь цикл но в нашем случае как будто бы цикл вебинаров под дубликации он разделен в нем выделены восемь основных тем и для того чтобы можно было по каждой теме поговорить подробнее подольше мы их разделили я их во всяком случае разделила на четыре вебинара и мы рассматриваем на каждой вебинаре по две темы мы уже в прошлый четверг рассмотрели постановку цели и создание книги контактов как мы работаем с этой книгой для чего мы создаем ее эти списки пишем да вот сегодня мы поговорим о планировании времени о тайм-менеджменте как мы управляем своим временем для чего это нужно и немножечко о телефонных звонках о телефонном этикете для чего нужно планирование прежде всего для того чтобы у нас не пропадала наше время для того чтобы мы могли максимально наполнить свой день полезными вещами которые опять-таки возвращаемся к названию приведут нас к этому успеху нам ничего на голову не упадет вот то есть мы должны я имею ввиду счастье какое-то и деньги какие-то да мы должны все равно проделать какую-то работу даже если у нас есть хороший друг который нам во всем помогает то я бы сказала мы проделали какую-то работу для того чтобы этот друг стал нам хорошим другом стал преданным значит он нас за что-то ценит значит он нас за что-то любит значит поэтому он хочет быть нашим другом то есть мы тоже про для этого проделали какую-то работу и и все в нашем мире она вот так взаимосвязано но поэтому касаясь что возвращается планирование есть такое правило что правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели то есть она называется правило 6 п то есть действительно так и есть у нас мы будем более результативно использовать время даст и естественно у нас показатели нашей работы конечно же будут лучше если мы не будем это время просто прожигать а выбирать наиболее важные дела вот конечно о планирование можно говорить можно сказать очень быстро сказать можно так что очень важно писать список дел очень важно распланировать свой день чтобы мы знали что зачем вот и тогда у нас будет все хорошо да потому что планировщики бывают разные мы понимаем что кому-то удобнее просто писать список дел кому-то удобнее расписывать все дела по времени особенно если мы работаем еще какая-то у нас есть работа и вот например как я работаю с клиентами у меня клиенты записываются по времени поэтому я обязательно пишу по времени и все свои дела которые мне нужно вставить в этот же график они у меня тоже хочешь не хочешь получаются по времени до с временными отрезками вот если это дело день у нас абсолютно свободный и мы как-то не привязываемся к определенному времени то все мы можем просто написать список и потом посмотреть знаете когда он весь написан мы очень легко увидев все дела перечень всех дел которые нужно сегодня сделать очень легко быстро в голове выстроить последовательность правильную последовательность для того чтобы не терять время а быстренько из одного в другое перетекать так скажем да это как маршрут прокладываем когда нужно развести товар по магазинам мы должны понимать четко все адреса по которым нам надо проехать и мы выстраиваем свой маршрут так чтобы четко друг за другом попадать магазины они сначала в первую потом во вторую потом вот ну понимаете о чем я говорю да поэтому когда есть у нас уже весь список готовых дел то здорово что мы можем посмотреть и четко выстроить последовательность этих дел поэтому и есть такая рекомендация если мы работаем у нас допустим пятидневный пятидневная неделя 55 рабочих дней до у нас и мы понимаем что нам на следующую неделю нужно сделать какой-то план хорошо это делать еще в пятницу и когда мы еще не выключились от рабочего состояния мы еще находимся вроде бы в рабочем состоянии да мы еще все у нас в голове содержится как-то еще мы не 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 расслабились и мы тогда можем но в то же время у нас уже как бы неделя позади основные дела сделаны сложные и в муж может спокойно подумать что мы можем главное главное такое написать на напланировать уже на следующую неделю то есть писать план на неделю очень хорошо во второй половине дня пятницы то есть к концу последнего рабочего дня недели вот но если мы работаем и субботы но тогда мы наверное будем составлять его в субботу хотя в субботу может будем уставшие будем настраиваться на отдых но отдых себе нужно обязательно планировать тоже расписывать его и и и делать выполнять то есть отдых планируем и обязательно даем себе возможность отдохнуть это очень важно потому что сама сейчас пережила буквально на прошлой неделе пережила такое состояние когда нужно было за выходные сделать еще одну работу вернее в пятницу до вечера нужно было сделать еще одну работу но так как я понимала что я могу ее запустить в работу только в понедельник значит я тексты могу написать в субботу воскресенье и в субботу получилось так что еще был список дел по мероприятиям которые сейчас нас ждут нашу компанию ждут в сентябре вот и получается что в субботу я еще по списку что-то выполняла и поняла что у меня нет сил делать этот список и я его не сделала в субботу думаю ну вот у меня есть воскресенье я в воскресенье точно его сделаю и когда началось воскресенье я поняла что я не могу стать с постели я так устала у меня мысли никаких нет я два предложения составить не могу ну просто не идет ничего в голову то есть это усталость и я поняла все нужен отдых я его не запланировала я для него не выделила никакого времени я загрузила себя работы и к девяти часам вечера я отдохнула и в девять часов вечера я моментально в течение часа написала тот текст который мне нужно было написать то есть я выполнила ту работу которая на мне висела с пятницы поэтому действительно отдых нужно в обязательном порядке планировать и нужно выполнять этот план дал себе обещание отдохнуть воскресенье значит отдохни воскресенье вплоть до того что отключи звук в телефоне если если вот постоянно кто-то звонит и дергает вот и так возвращаемся к планированию какова цель то есть у каждого нашего какого-то действия должна быть цель если мы ее осознаем и она у нас есть значит у нас все получится цель планирования это увеличение нашей собственной продуктивности и когда мы говорим выражение что надо как-то так распределить свой день чтобы сэкономить немножко времени нет это неправильное выражение время невозможно экономить мы не можем его на экономить на экономить сложить сумочку или в корзиночку а потом вытащить на экономленное время использовать мы не можем мы можем просто распланировать свой день так чтобы тратить время на задачи на вещи с большей ценностью которые дают больше результат и тогда у нас будет такое вот полноценное на насыщение внутреннее моральное до что удовлетворение вот что я сделал все правильно есть несколько статистических фактов что во-первых правило 20 на 80 это 20 процентов времени затраченного на планирование до начала выполнения задачи сэкономить 80 процентов времени при ее исполнении поверьте это так могу привести вам один очень маленький пример простой бытовой моему ребенку говорила вот нужно вынести мусор нужно помыть полы в своей комнате почистить клетку попугаем и посмотрите сколько задач а ты вот лежишь и не встаешь и надо по уже наверное позавтракать у меня подросток и он говорит мама ты мне столько сказала заданий что я буду делать до 12 часов ночи это ему сколько и 14 лет наверно на него я гры метода 12 часов ночи не будешь делать если ты встанешь и будешь делать если ты будешь лежать и думать о том что тебе их надо делать то ты будешь до 12 часов ночи от 12 часов ночи, извините, а это практически 10-часовой рабочий день. Ну, вернее, 10-часовой день. Вот. И силком подняла и заставила написать список. Я говорю, вот тебе список. Вот сейчас бери и по списку начинай выполнять. Мы написали 6 пунктов. У него было 6 пунктов. Не очень таких больших, но когда он их увидел, сказал, ну да, ну вот я прав. Это точно до 12 часов ночи будет. Ну вот я говорю, давай не причитай, как старичок. Он говорит, давай, бери и делай. Я говорю, засекай время и посмотришь на самом деле, сколько времени ты потратишь. Он засек время и во время процесса, когда он начал все это делать, он еще в какой-то кураж вошел. Потому что он начал стараться делать и вычеркивать, делать и вычеркивать. И он потом мне говорит, мама, я за 35 минут все сделал по списку. Я говорю, ну и посчитай. Во сколько раз ты уменьшил время, затраченное на эту обязательную, неинтересную для тебя работу, но нужную, полезную, которую все нужно было выполнить. И сколько времени свободного у тебя осталось. Только потому, что ты запланировал все, а не лежал и не думал, с чего мне начать. А если я начну чистить клетку? А если я помою полы? А потом я говорю, во-первых, ты сам понимаешь, что тебе нужно сначала почистить клетку, протереть все полки от этого корма, потому что попугай, у кого из попугаев, все меня поймут. И только потом мыть полы. То есть ты уже видел свой список, ты выстраиваешь свои дела последовательно так, чтобы они действительно помогали выполнению этих дел, помогали друг другу, никак не противодействовали, не добавляли тебе какую-то лишнюю, неправильную работу. Вот. Он убедился, и сейчас мы частенько это практикуем, уже третий год, вот, три-три уже даже года приходит ко мне со списком, что мне надо на завтра, что мне надо на завтра, и пишем список. То есть одного раза ему хватило, чтобы он убедился, что я была права. Вот. Ну и работа со списком запланированных дел в первый же день увеличивает производительность на 25%. Вот. Но это тоже о том и говорит, что когда начинаешь что-то делать, и ты понимаешь по списку, что ты все успеваешь, у тебя приходят новые идеи, ты становишься более продуктивным, ты входишь действительно в какой-то кураж, в какой-то раж, входишь, тебе хочется еще что-то сделать, еще что-то сделать, а иногда бывает, ой, как я быстро все сделал, у меня такой был большой список, давай-ка я еще напишу себе, еще что-нибудь, еще что-нибудь напишу. И тогда получается, что мы список увеличиваем, и таким образом мы повышаем, производительность у нас даже повышается. Вот. Но для того, чтобы вот мы могли сделать вот этот продуктивный план, продуктивное планирование, конечно, нам надо понимать, какие мы задачи вообще будем включать, а что мы будем исключать, потому что есть такие вещи, когда мы начинаем строить план и проверять, как бы оценивать те дела, которые мы себе представили, что нам надо делать, но вдруг мы начинаем их расписывать, то есть такие варианты, что некоторые дела мы вообще вычеркиваем, мы даже не выполняем, и понимаем, ой, нет, нет, это я даже не буду, потому что это и неважное, и несрочное, и вообще не знаю, зачем я собирался вообще это делать, никакой пользы мне это особо не принесет, да, я лучше что-нибудь другое сделаю. Я найду задачу высшей и важной ценности, которая даст мне больший, лучший результат. А для того, чтобы мы понимали, что это за задача, мы должны осознать следующие вещи. Во-первых, мы должны понимать, за что нам платят, что нам принесет эту пользу, да, и может быть мы приходим просто где-нибудь там на смену и отработали, отдежурили, получили те же самые, ну, каждый день одни, те же деньги, да, что нам там из кожи вон лезть. А может быть мы работаем на какой-то, ну, как раньше это была норма, да, то есть ты от выработки, да, ты зарабатываешь. В нашем случае это как раз-таки второй вариант от выработки. Чем больше мы людей привлечем, чем больше мы команду соберем, чем больше мы сделаем презентации, понятное дело, тем больше мы получим, лучше будет наш результат. Значит, мы здесь уже осознаем, за что нам платят. Ну вот, также я услышала такое выражение, решила тоже его внести, включать обогащающие и выключать обедняющие привычки. То есть вредные привычки, которые не несут пользы, это обедняющие привычки. И их нужно убирать вообще из своей жизни. Тогда у нас будет повышаться самооценка, когда мы будем осознавать, это я не буду больше делать, а вот это я буду делать и буду больше на это тратить времени. Вот. Также очень важно представлять себя эффективным. Есть такая очень интересная практика, если представить себе, что вы ждете хорошую должность и за вами сзади ходит оператор с камерой и снимает вас, как вы проводите свой день, как вы выполняете работу, которую вы наметили себе на день, для того, чтобы дать эту запись вашему работодателю. И работодатель по этой записи сможет принять решение, дать вам или не дать, допустим, повышение или какую-то хорошую должность. То есть если вы будете представлять это, что я хочу, я должен себя показать, даже не казаться лучше, чем я есть, а я должен сейчас перед камерой показать все, на что я способен, показать, как я умею хорошо и продуктивно работать, чтобы меня взяли, чтобы мне дали эту должность. И с этой мыслью, если мы будем каждый день себе, не тому работодателю, а себе показывать, какой я молодец, как я хорошо умею работать, как я хорошо умею выполнить работу и выделить, высвободить для себя время, для хобби, для семьи, для отдыха, то это тоже повышает нашу продуктивность. И также, чтобы писать план, вообще план работы, план на короткий, как мы говорили, мы цели ставим долгосрочные, краткосрочные, вот для того, чтобы вот этот план мы могли четко составить, хоть на каждый день, хоть на неделю, хоть на месяц, мы все равно должны абсолютно четко понимать и представлять свои цели. Мы должны понять, чего мы хотим. Мы должны понимать, какой конечный результат нам нужен. Поэтому здесь мы вот и на теме цели говорили, и сейчас я как бы повторяюсь, что нужно составить список из каких-то десяти самых главных целей, к которым мы сейчас идем. Цель может быть дня, цель может быть недели, цель недели, цель месяца, цель года, то есть неважно. Мы можем расписать какой-то себе план на месяц, а потом делать в ежедневнике, на каждый день записывать какие-то дела, ориентируясь на тот план, который мы составили на месяц. На те цели, на те главные десять дел, которые должны будут выполнены у нас в течение этого месяца. Можно сосредоточиться на самой важной и оттуда сделать, как, знаете, как дерево решений, как я пойду к этой цели. Да, вот. Ну, мы понимаем, что пути могут быть абсолютно разные, могут быть, в какие-то дни у нас это могут быть очень легкие пути, мы прям, фух, по списку все сделали, да, иногда мы понимаем, что у нас будут какие-то проблемы, а иногда мы понимаем, что есть просто вещи, которые нам надо выполнить, чтобы мы могли вообще просто дальше двигаться, но это какое-то тяжелое, неприятное дело, это может быть звонок какому-то, допустим, такому негативному человеку, но нам надо позвонить, да, или там встреча у нас какая-то. То есть есть такие в наших запланированных делах всегда найдется какое-то очень сложное, может быть, неприятное дело, но мы должны его сделать, чтобы мы могли двигаться дальше. Вот. Так это называется принцип съесть лягушку, выполнить это дело в первую очередь. То есть это Брайан Трейси в своих маркетинговых, там, в обучающих своих материалах, у него разные тренинги есть, да, и вот у него есть такой термин, съесть лягушку. То есть это говорится, ну, он имеется в виду, что если первым делом с утра вы должны съесть живую лягушку, то есть самое неприятное дело, то утешением может служить именно то, что это будет самое плохое, что с вами может случиться за день, да, то есть ставьте самое сложное дело самым первым и побудите себя, промотивируйте себя сделать его в первую очередь, не опускать его вниз, не оттягивать, не откладывать. Это очень важно, потому что это даёт, то есть если мы это сделаем, самое вот важное и может быть на наш взгляд тяжёлое, неприятное дело, если мы его сделаем в первую очередь, это даст нам очень большой заряд бодрости на целый день. У нас настолько повысится самооценка, что это автоматически повысит нашу продуктивность, потому что у нас будет желание что-то делать. Но если же мы начнём это всё откладывать, что называется прокрастинацией, то есть постоянное откладывание важного дела до последнего момента, до последнего, вот мы понимаем, да, ещё есть время, ещё есть время, ещё есть время, ещё есть время, это очень сложно. Мы тогда не отдыхаем, у нас прям вот внутри всё переворачивается, нас это дело мучает. Вот опять возвращаюсь я к своему воскресенью, я не особо отдыхала в это воскресенье, я не могла отдыхать в субботу, потому что я понимала, на мне висит этот текст, на мне висит этот текст, я его сделать не смогла, на мне он висит. Да, у меня небо сил его сделать, потому что я не запланировала отдых, потому что я не отдохнула, но в то же время здесь ещё и работала эта всё-таки прокрастинация в какой-то степени, да, потому что если бы я его не отложила в пятницу, когда я сказала, ну ладно, я сделаю субботу, мне же ещё целых два дня есть, мне же всё равно оно в работе нужно, только в понедельник, да, то это действительно мучает, это мучает ужасно. И вообще психологи считают, что прокрастинация – это болезнь века, потому что мы научились многие дела делать быстро, мы знаем, что есть компьютеры, есть ещё какие-то технологии, да ладно, сделаю, да ладно, успею, да всё у меня получится, да, и мы реально очень часто откладываем, очень часто, а потом вот скомканно иногда делаем, хорошо, если всё получается, да, вот, а если бы у нас не было столько вокруг нас современных технологий, которые помогают нам это сделать, то мы, конечно же, планировали бы, мы понимали, да, это большое дело, на него, наверное, надо будет, скорее всего, очень много времени, поэтому я его сделаю, и потом уже буду заниматься другим. Но не даром же существует поговорка «сделал дело, гуляй смело», это тоже не просто так. Вот. Дальше, что ещё хочется сказать? Для того, чтобы, опять-таки, для того, чтобы планировать дела, которые и ведут нас к цели, к повышению продуктивности, нужно знать ещё одну вещь, ещё один аспект, существует в мире такой закон, который называется «Закон трёх». Ну, это именно в данной теме тайм-менеджмента, так скажем, что из всех наших знаний только три составляют 90% нашей стоимости. То есть то, чем мы могли бы хорошо зарабатывать, скажем так, больше всего зарабатывать, это три навыка, которые у нас есть. Всё остальное – это дополнение. Но есть три навыка, которые есть у каждого человека, или мы можем их выработать в себе, чтобы зарабатывать. И вот главная задача – определить эти три навыка, три дела, которыми мы хотели бы заниматься, которыми мы могли бы посвятить, хотели бы, может быть, посвятить большую часть своего времени для того, чтобы быть продуктивными. И это легко очень сделать, допустим, исходя из желаний. Давайте начнём из наших желаний. Если бы я, задать себе вопрос, если бы я целый день мог заниматься одним делом, какое дело принесло бы мне больше всего пользы? И мы начинаем думать, вот что бы я мог делать непрерывно, что я умею делать, это навык мой, или что бы я хотел делать? Может быть, я ещё не совсем это умею, я могу этому научиться, но я бы мог это дело делать долго и много. Потом задаём второй вопрос. Если бы я мог заниматься двумя делами, какое дело было бы вторым, приносящим больше всего пользы? И задаём третий вопрос. Аналогично. Если бы я мог в жизни заниматься тремя вещами, то какое было бы третьим? И здесь мы понимаем, что у меня есть навык, у меня есть желание, я могу этим заниматься долго, значит, вот эти три дела есть 90% моей стоимости. Значит, эти три дела мне нужно совершенствовать, развивать для того, чтобы я мог зарабатывать столько, сколько я хочу. То есть, опять-таки, это если мы этого хотим, то мы можем выделить эти три своих навыка, может быть, даже если ещё мы понимаем, что я хотел бы это делать, но не хватает мне каких-то знаний, но мне вот очень нравится эта работа, да, я бы вот прям, у меня вроде хорошо получается, тогда мы совершенствуемся в этом. Главное, выделить их, определить их, чтобы знать, что нам совершенствовать, что нам развивать. Вот. Смотрите, наберём, например, возьмём менеджера. Что у нас делает менеджер? Он должен хорошо уметь нанять на работу, обучить работника и управлять работой. Всё, это менеджер, это управленец. Наем, обучение, управление. И из этого состоит его профессия. Именно за это ему будут платить, выплатить хорошие деньги, если он будет правильно обучать и управлять этими людьми. Что делает продавец? Он делает, должен уметь сделать предложение, чтобы его слушали. Второе, он должен сделать презентацию товара, который ему нужно продать. Неважно, товар, услуга. Вот. И совершение сделки. Понимаете, ему нужно произвести эту сделку. Вот три навыка для того, чтобы продавец получал деньги за свою работу. И эти навыки он должен выполнять на 10 из 10. Главное правило закона трёх это делать меньшее количество дел, но делать более важные вещи и отводить на них больше времени и совершенствоваться в них. Всё. То есть мы выбираем самое главное, мы совершенствуем их и мы их делаем. И вот здесь мы получаем результат. Вот. Если мы возьмём работу в компании, работу с нашими клиентами, как мы её ведём, как мы команды свои строим, то мы понимаем, что работая в команде, нам необходимы навыки, вот которые сейчас вы видите на слайде. То есть мы приглашать на вебинары, учимся, чтобы человек пришёл на этот вебинар, чтобы человек пришёл на встречу, пришёл послушать информацию. Организация этих встреч и презентаций, вести телефонные переговоры, делать презентацию технологии. Может приглашать, уже не просто приглашать на чьи-то вебинары, а самому проводить вебинары. Понимать, как мотивировать, как презентовать сам маркетинг, потому что мы приглашаем в бизнес. Может быть, кто-то хорошо умеет строить команды, и вот методы работы со структурой. Очень важный у нас пункт работы с возражениями, для того, чтобы уже можно было заключить сделку. То есть есть вещи, которым мы обучаемся. Может быть, мы, придя в компанию, мы этого не знаем, частично что-то умеем, чего-то мы не умеем. Но мы этому всему можем обучиться. Мы можем выбрать для себя, понять, мне для заключения сделки, вот я понимаю, что мне необходимо очень хорошо научиться делать презентации, очень хорошо изучить маркетинг, чтобы уметь ответить на любой вопрос, и вот просто идеально работать с возражениями. Значит, вот эти три навыка, я понимаю, что мне для моей продуктивной работы нужно именно это, для того, чтобы я мог общаться с клиентом, создавая команду. У кого-то уже есть команда, он хочет мотивировать саму команду, значит, он выбирает другие навыки. И мы тогда этому обучаемся. у наставников, у своих коллег, либо мы берем и объединяемся. Я умею там два пункта, вот тут шикарно делать, вот из приведенного списка, да, я умею пригласить, организовать, вот всех посадить. Вот у меня была такая, ну, есть у меня такая в структуре женщина, которая соберет всех на презентацию, полный зал соберет, но сама ничего по презентации сказать не может, но ничего, но она умеет классно организовать и собрать всех людей. Ну, хорошо, ты собираешь мне людей, я провожу им презентацию, все, мы с тобой вдвоем поработали, здесь частично твои, частично мои люди, а если вы еще со своим наставником, то это все равно ваша общая структура. Поэтому здесь тоже вот как раз эти навыки можно выделить, что мы умеем, что-то усовершенствовать, чему-то просто научиться, может быть, мы вообще ничего не умеем. И тогда мы уже можем планировать как раз-таки продуктивную свою работу, планировать и выполнять продуктивно свою работу. Ну, и еще очень важно научиться делать, не делать маловажные вещи, научиться говорить «нет» и, не знаю, коллегам, и друзьям, и делам, которые вот мы иногда выполняем, делаем на каком-то автомате и понимаем, что никакого проку от них нет, мы только потеряли время свое. Можно даже составить рейтинг, занятие под названием «Я больше никогда не буду этого делать» и прямо написать. Вот я, например, прямо как закон хочу написать, я больше никогда не буду открывать YouTube вечером, когда легла в постель, потому что, когда я ее открываю, я там застреваю еще на час-полтора, и потом понимаю, я могла просто поспать. То есть утром я встаю, и я даже не знаю, что за ролики, я не могу вспомнить даже, что за ролики, я там смотрела, или там фильм какой-то смотрела, просто чтобы посмотреть, уже лежа в постели. Зачем я это делала? То есть вот этот пункт у меня точно в списке есть, пока что в виртуальном. И очень важно записывать и отмечать дела, которые мы уже сделали. Вот когда мы выполнили, очень важно отмечать. Это очень повысит нашу самооценку, нашу значимость в своих собственных глазах. Понимаете, потому что каждое законченное дело, оно становится вот таким источником энергии, энтузиазма, уверенности в себе. То есть мы говорим, я молодец, я вот, я сделал это, я сделал это, вот я думал, что я на это потрачу гораздо больше времени, а я так быстро справился, всё классно, всё здорово. И когда мы будем постоянно это делать, занимаясь этим на регулярной основе, наш мозг уже начинает запоминать это состояние, состояние счастья, состояние вот этой эйфории, какой-то радости, какой-то за себя. И у нас начинает развиваться такая положительная зависимость. Нам будет хотеться опять таких эмоций. И мы будем опять писать новый список. И мы утром будем вставать и опять будем по списку. Если это были встречи, я позвоню, назначу встречу. Если это были телефонные переговоры, телефонные звонки, значит, вот я сейчас подготовлюсь, я проведу этот телефонный звонок. Ну и таким образом мы пишем всё. Но не забываем, что мы пишем не только работу, но и отдых, и всё-всё-всё-всё-всё, что вот мы планируем на день, желательно прописывать. Так же, как и с целями нужно их записать, чтобы они не остались где-то в воздухе, а мы их прям, знаете, как резолюцию такую наложили. Так и дела нужно записать, тогда с ними гораздо проще справляться. И вот когда у нас начнётся вот эта вот такая интересная зависимость к положительным эмоциям, то у нас появится желание ставить гораздо большие цели, какие-то большие планы, выполнять все более сложные задачи для того, чтобы ещё больше себя похвалить, потому что мы же в своих собственных глазах тоже поднимаемся вот по ступенькам, да, так же, как мы к успеху своему идём по ступенькам, и эта дорога всегда вверх, потому что мы каждый раз делаем какие-то более сложные дела, да, более сложные задачи решаем, вот. То и здесь та же история, нам будет хотеться сделать более сложные дела, мы будем ставить цели, которые чуть-чуть повыше, чем были предыдущие. Вот, это хорошо, это будет нас мотивировать выходить из зоны комфорта, вот. И это тоже большой плюс, когда мы учимся выходить из зоны комфорта, мы возвращаемся потом, ну, как бы мы можем сделать шаг вперёд, можем вернуться обратно в эту комфортную зону, но следующий шаг нам захочется сделать побольше. Знаете, ты как мир узнаёшь, и она расширяется, даже зона комфорта расширяется, это как ребёнок узнаёт мир, он завтра сегодня там на одно расстояние прошёл, завтра он больше проходит, послезавтра ещё больше шкафчики, он начинает завязать на шкафчики, табуретку ставить, на подоконник, то есть он расширяет свой кругозор. Так и мы, выходя из зоны комфорта, мы расширяем свой кругозор и повышаем, ну, мы и продуктивность свою повышаем, и самооценку повышаем, и вообще вот энергии мы получаем больше от того, что радуем себя тем, что мы научились делать сложные дела, и это больше не висит у нас грузом. А мы такие, так, это, да ладно, как спортсмен, а ну планку выше, ну давайте ещё выше планку. Ещё очень интересный такой однажды Алексей Суходоев нас познакомил на какой-то презентации, он выступал, познакомил нас с таким вот графиком, и мне он очень понравился. Если попробовать взять свою неделю, расписать основные дела, которые мы делаем в этой неделе, то, что делается всегда, всегда, там, сон, какие-то процедуры, время, которое мы тратим на детей, время, которое мы тратим на еду, на работу какую-то основную, на переезды от дома до работы, то есть взять всё это время, вот 168 часов в неделю, разделить и посчитать, сколько часов на все эти пункты у нас уходит, и, конечно же, написать и отдых, и хобби, и общение с друзьями, вот, то мы получим определенного рода диаграмму, и мы посмотрим по вот этим сегментам, на что мы больше всего тратим времени, какие сегменты у нас получились очень маленькие, что за сегменты. Вдруг мы обнаруживаем, что у нас сегмент общения с детьми, он крохотный, и мы понимаем, мы же родители, им же так детям нужна наша помощь, наши дети без нас растут, значит, я должна обязательно перепланировать свои дела так, чтобы выделить больше времени вот на те пункты, которые для меня являются важными, но которые в данной диаграмме я увидела наглядно, как мало получают моего внимания, да, и мы тогда смотрим, из каких сегментов мы можем высвободить время на какие-то другие свои важные для нас или любимые для нас дела, и этот, вот этот вот, эта диаграмма как раз-таки наглядно показывает нам и помогает нам перепланировать, пересмотреть, как мы тратим свое время, сделать новый план. Можно вообще сделать диаграмму, которая существует, и сделать диаграмму, которую как бы я хотел, чтобы распределялось время недели моей, да, и тогда тоже мы смотрим, насколько отличаются эти сегменты действительно от желаемых, да, и здесь мы тоже можем как-то регулировать, корректировать. На самом деле, очень хорошая практика, очень хорошая. Я ее когда сделала, я была, ну, очень удивлена тем, что мне казалось, что я гораздо больше времени трачу на полезные дела, на пользу для себя, на пользу для семьи, а оказалось, что это не так. Ну, вот мы все распланировали, запланировали встречи, но тем не менее мы понимаем, чтобы встреча состоялась, мы должны каким-то образом связаться с человеком и пригласить его на встречу. И мы переходим к телефону, да, к телефонным звонкам, к телефонным разговорам. И здесь существует тоже определенные правила этикета, определенные навыки коммуникации для того, чтобы наши звонки также были продуктивными. И тема тоже очень большая, говорить можно много. Я выделила 10 основных правил, которые важны, которых нужно учитывать. И до того, пока я не коснулась этой темы, пока не коснулась я этих правил, я не знала, что есть какие-то вещи, над которыми нужно подумать, вещи, которые действительно очень важны. То есть я, когда начала изучать тему, я для себя нашла какие-то пункты, которые стали для меня вот открытием. Первое, самое важное, здесь будет все вместе, и этикет, и навыки коммуникации. То есть я просто выделила 10, на мой взгляд, главных, важных правил, которыми мы, как работники Skyward Community, как люди, которые строят какие-то команды, которые работают с людьми, которыми мы должны все-таки уметь владеть. То есть первое, перед тем, как мы будем говорить, у нас должен быть составлен небольшой сценарий нашего разговора. Во всяком случае, мы должны понимать, что мы хотим сказать в этом звонке. Просто пригласить на встречу, назначить эту встречу, либо что-то более обширное. По пунктам просто набросать себе какие-то пункты. Во-первых, это поможет достичь цели разговора. Потому что вас, возможно, в разговоре будут, вы будете перескакивать, возможно, вам ваш клиент начнет что-то говорить, немножечко вы отвлечетесь. Вы всегда, глядя на свой листочек, будете возвращаться к той теме. То есть вы не потеряете ниточку разговора, и вы всегда вернетесь, вы будете сосредоточены на том, что в конечном итоге вы, в общем-то, хотели сказать. Второе. Необходимо во время разговора улыбаться. То есть улыбка – это важный такой инструмент вообще в общении с людьми. И если мы общаемся и видим друг друга, и мы видим эту улыбку, и мы говорим, мой человек такой улыбчивый, такой позитивный, такой приветливый. Но поверьте мне, улыбку еще можно и услышать по телефону. Всегда можно услышать, если человек улыбается. И тогда уже ваш разговор или тот собеседник ваш уже будет более дружелюбнее к вам, ну и разговор, может быть, уже перейдет в другое русло. Очень важно не делать звонки в плохом настроении и не делать эту искусственную улыбку. Да, лучше хорошо подумать. Если у меня плохое настроение, то я лучше сейчас не позвоню. Я передохну, я выдохну, я выпью чашечку кофе, я успокоюсь, потом буду звонить. Особенно если нам на предыдущем звонке кто-то испортил настроение. Также очень важно соблюдать правила корпоративного стиля во время телефонного разговора. Не важно, что вас не видят. Поверьте, вы будете разговаривать совсем по-другому. Если вы будете в деловом каком-то стиле, не обязательно там костюм, пиджак и галстук, но если мужчина будет не в майке, не в растянутом свитере, в спортивных штанах, а если он будет в каких-то брюках, даже джинсах и в рубашке, он будет говорить по-другому. Во-первых, всегда может возникнуть так, вот ты разговариваете просто по телефону, разговариваете, и человек говорит, постой, я уже вот дошел до дома, до компьютера, давай сейчас в скайпе, переключайся, да, и вы должны быть готовы к этому, к видеозвонку. Такое сейчас, вот современные технологии такие, у нас может быть такое. Да, с другой стороны, это не позволяет расслабиться до такой степени, что вот так вот развалится, там какую-то некрасивую, неудобную позу занять. Эти неудобные позы, лежание на диване во время звонка, жевание там какого-то, не знаю, жвачки или еще какой-то еды, это тоже все будет услышано. И это нашему собеседнику может сказать о том, что мы пренебрежительно к нему относимся. Все-таки, если у нас деловой разговор, значит, все, деловой стиль, деловая одежда, и, соответственно, у нас совсем будет другой голос. Вот. Ну и настрой, конечно, да, что хорошее настроение и хороший настрой. Должны понимать, о чем мы будем говорить, как мы будем говорить. И если нам, допустим, предыдущий, вот мы решили обзвонить свой список контактов, мы сделали себе план, 10 человек, да, и вот если предыдущий наш собеседник, допустим, испортил нам прям настроение, ну, бывает такое, всякое бывает, вот, то обязательно делаем паузу, потому что это будет очень слышно, потому что плохое настроение. Вот. Я свой пример привожу, когда, что я не умею, не умела, наверное, переключаться, когда у меня что-то происходит такое вот неприятное, и вдруг мне звонит клиентка, и я поднимаю трубку, и я говорю, алло, и я понимаю, что я говорю той же интонацией, в которой я только что находилась, в плохом испорченном настроении, там, не знаю, ругалась там с детьми, потому что у меня два мальчика часто приходилось там шороху наводить, вот, и мне говорят, ой, у вас что, что-то случилось? А я одно слово только сказала, я алло только сказала, понимаете, и я поняла, как важно уметь переключаться, как важно улыбаться, и как важно, чтобы человек почувствовал, что ему рады, и я взяла свой телефон, и на экран телефона, вот здесь вот наверху уголочек, наклеила наклейку смайлика улыбающегося, и он мне был таким напоминанием, мне звонит телефон, я беру его в руки, и я в первую очередь вижу этого смайлика, да, и я понимаю, улыбнись, все, отключись, переключись, вот, это очень помогало, очень, потом, когда наклейка уже стерлась, и я уже настолько к ней глазами привыкла, что когда она стерлась, уже я ее уже отклеила, потому что там уже белое пятно только было, то есть краска вся ушла, я брала телефон, и я видела, что, ой, мне не хватает, я уже тогда понимала, что мне не хватает этого смайлика, что на телефоне чего-то нет, да, что чего-то там не стало, что-то пропало с экрана, и я вспоминала, что пропало, это был смайлик, и это опять мне напоминало о том, что нужно улыбнуться, на самом деле, это, ну, такой момент, очень важный, вот, также очень важно говорить медленно и четко, может быть, не совсем медленно, если мы умеем говорить быстро и четко, тоже хорошо, но опять-таки скорость не должна превышать скорости речи собеседника, то есть мы, нам необходимо научиться подстраиваться под скорость речи нашего клиента, потому что он, если он говорит медленно, то нам нужно замедлить, потому что этот человек также медленно и принимает информацию, то есть он воспринимает медленно, он выдает медленно, вот такая у него последовательность, вот такая у него особенность, и если вы начнете таратурить что-то быстро, ну, он реально может просто не успеть вас понять, и он вам скажет, нет, спасибо, только потому, что вы говорили очень быстро, он потерял ниточку, ему было неудобно сказать, что он чего-то не понял, ему проще сказать, о нет, меня это не интересует, поэтому здесь тоже нужно быть внимательным, но в то же время, если человек говорит четко, быстро, вот такой вот деловой человек, который привык не рассусоливать, он привык не тратить свое время впустую, он привык быстро формулировать свои фразы, стравить четкие задачи, нам этому тоже нужно учиться, мы должны подготовиться, когда мы идем на встречу или на беседу с таким человеком, когда мы будем говорить о психотипах, то это как раз командиры, которые управленцы, которые менеджеры, которые четко понимают цель, понимают, чего они хотят, они быстро это все формулируют, и с такими же людьми им приятно говорить, они таких же людей воспринимают, как только ты начнешь размазывать, заходить откуда-то издалека, непонятно что, он может сказать, так, ребят, все, мне это не интересно, у меня есть дела поважнее, да, или можно сказать, так, давайте в темпе, быстро, четко, задачу, задачу, давайте воду, как говорится, не лейте воду, давайте воду в сторону, четкие, вот по пунктам задачи, да, то есть нужно быть готовым, вот поэтому очень важно понимать, с кем мы готовимся, и как, и научиться вот подстраиваться, под речь нашего собеседника, также очень важно не перебивать, если мы уже с ним беседуем, и особенно, если мы ему задаем какой-то вопрос, даже какой-то формальный вопрос, а нас поняли буквально, и начинают нам на него отвечать, то, пожалуйста, позволяем ему закончить, ротик свой на замок, позволяем ему закончить, то, о чем он говорит, иначе может получиться так, что, может быть, он нам хочет сказать, что-то важное и ценное, для нас тоже, для нашей беседы, для нашего дела, но у него такая манера, зайти издалека, и если мы понимаем, ну что ж, он что-то не то, он говорит, начинаем его перебивать или направлять, он потерял мысль, он не дошел до этой главной мысли, в принципе, которая нам и нужна была, вот, мы сломаем ход его мысли, поэтому, да, нужно выслушать человека, все-таки, чтобы понимать, как он думает, что он думает по этому поводу, да, поэтому не перебиваем, лучше возьмем ручку, бумагу, и сделаем какие-то пометки, во-первых, сделаем пометки, что бы мы еще хотели сказать, во-вторых, сделаем пометки, которые он нам что-то, может быть, о себе сказал, что можно потом в следующей беседе использовать, да, и таким образом вы покажете свой профессионализм, что, да, вы беседовали с ним, да, вы услышали его, вы услышали, что у него есть еще хобби, что он своему хобби хочет посвящать время, не только нашим встречам и нашему проекту, из-за этого мы можем пользуясь, речь сказать, знаешь, мне тоже это нравится, давай мы вместе, а давай там у тебя, может быть, есть группа, а давай мы там проведем презентацию, а давай мы тебе из твоих единомышленников сделаем команду, да, ну, я утрирую, но я хочу сказать о том, что любая информация, которую нам дает клиент, для нас имеет значение, и мы лучше все это на карандаш, как говорится, и потом используем для пользы дела, для пользы, скажем так, совместного дела, да, они всегда эти знания пригодятся, ну, точно так же нужно понимать, что мы должны быть готовы к тому, что нам скажут нет, потому что вспоминаем статистику, 20-30% людей, которые узнают о нашем проекте, имеют право, скажут нам, категорическое нет, и они имеют на это право, их может не интересовать наш проект, их может не интересовать наше предложение, это нормально, поэтому, когда говорят нам нет, это нормально, мы готовы к этому, даже иногда сразу в грубой форме говорят, иногда вежливо говорят, но когда мы начинаем, ну, подожди, ну, давай, нам могут нагрубить, поэтому не провоцируем лучше этих людей, вот, всегда заканчиваем звонок вежливо, это тоже очень важно, получили мы результат или не получили, мы попрощаемся с человеком, поблагодарим за время, которое он нам уделил, за спасибо за разговор, что уделили время, желаю всего хорошего, до свидания, очень важно спросить, можно ли вам позвонить еще, потому что, если он нам говорит нет, то, ну, мы-то уже из разговора понимаем, почему нет, это может быть нет, извините, я сегодня не могу, я сейчас в отпуске, я занимаюсь там, я отдыхаю, я не хочу вообще напрягаться и думать, это может быть нет, извините, я в командировке, я сейчас делаю работу, я вообще не знаю, как я смог поднять трубку, вообще у меня руки заняты, это может быть нет, я сейчас работаю над диссертацией, или у меня курсовая работа, я вообще не могу ни на какие другие темы говорить, но позже я-то могу, да, и вот когда мы понимаем, почему это нет, мы можем как раз-таки задать вопрос, а когда, может быть, все-таки мы можем поговорить в какой-то другой обстановке, когда вы сможете, да, вот поэтому никогда об этом не забываем, просто попросить разрешения еще раз связаться, это, ну, если человек скажет, нет, 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 меня действительно это не интересует, я действительно не хочу, я вот живу другими делами, другими проектами, ну, хорошо, но всегда, я говорю, всегда мы назначаем какой-то следующий звонок, следующую встречу, вот, и всегда мы предпринимаем все последующие действия после нашего звонка, после нашей беседы, после нашей встречи, которые мы пообещали, о которых мы договорились, если мы пообещали, дать ссылку регистрационную, потому что сейчас мы не смогли, мы вот прям в каком-то таком вот месте встретились, но нет у меня под рукой этой ссылки. Но нет у меня сейчас интернета. Ссылку значит ссылку, материал значит материал, ролик значит ролик. Я напишу, я пришлю, я позвоню, я сделаю – сделайте. Как договорились, так и сделайте. Это очень важно. Это говорит о вашем профессионализме и говорит о том, что с вами можно иметь дело, что с вами можно работать, что вы очень тактичный, что вы порядочный, что вы профессионал своего дела, что с вами можно входить в какое-то бизнес-партнерство. Это вот наша… Если мы своими делами, выполнением, планированием выполнения повышаем свою самооценку, то вот этими делами и общением с другими людьми мы повышаем оценку, нашу оценку в его глазах, так скажем. Поэтому важно осознать эти правила. Они основные, они на самом деле несложные. И практиковать их. Я желаю вам всего хорошего. Благодарю вас за то, что вы досмотрели вебинар до конца, дослушали до конца. Вот. Если что-то будет для вас полезное, я буду очень рада, потому что я с удовольствием делюсь своими знаниями и прощаюсь с вами до следующего четверга. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...